Часть третья. Питание и пища. Вступление. Итак, мы разобрались с процессами пищеварения и теперь знаем, как нам употреблять пищу, чтобы извлекать из нее максимум пользы и причинять себе минимум вреда. Но мы абсолютно ничего не знаем, какие критерии лежат в основе сезонного питания, как изменять питание с учетом возрастных изменений и, наконец, как же нам индивидуализировать собственное питание. После изучения диетологии, макробиотики, аюрведы, джудши и так далее, а также практически опробовав эти рекомендации, автор, то есть я, вывел многие тонкости, учет которых совершенно необходим. Чтобы не запутывать людей восточной терминологией, автор излагает важнейшие положения этих наук своими словами в форме вопросов и ответов, что подразумевается под видовым питанием человека. Пищеварительная система человека в течение тысячелетий приспосабливалась к переработке и усвоению определенного круга природных продуктов. Это сказалось настроение зубов, длине и массе пищеварительного тракта на особенностях с учетом отдела, желудка, кишечника и так далее, с учетом его внутреннего строения, среды, пищеварительных ферментов, бактериальной флоры и многого другого. В итоге, особенности пищеварения и способы добывания пищи сказались на форме нашего тела. Оказывается, из пищи мы не только строим свое тело, но с ее помощью создаем внутри тела, то есть в каждой клетке, наиболее благоприятную среду жизни. Так, конечное звено пищеварения осуществляется непосредственно в каждой клетке. Из углеводов образуется вода, углекислый газ и свободные электроны, то есть энергия. Вода дает нам среду, в которой протекают жизненные процессы. Концентрация углекислоты в воде служит регулятором активности ферментов, а свободные электроны являются теми мускулами, которые расщепляют углевод и освобождают из него энергию и так далее. После обработки все лишние продукты должны легко выводиться из организма. Выводящие системы также в процессе эволюции были приспособлены к удалению из организма определенных метаболитов. И если человек не желает понять эту очевидную вещь, то ни о каком здоровье вообще не может быть речи, несмотря на кучу денег, наисовременнейшие препараты и так далее. Например, дочь миллиардера Анасиса умерла в 37 лет. Обследование показало, что ее тело было буквально нашпиговано химией от снотворных таблеток, таблеток для похуданий и многих других. На ее столике было обнаружено 41 наименование лекарств. Исходя из природных особенностей человеческого организма, для человека видовым питанием являются фрукты, овощи, злаки, бобовые, корнеплоды, ягоды, мед, съедобные травы и грибы. На первоначальном этапе развития человеческого организма молоко матери, но не животных, и в дальнейшем в виде небольших отклонений молоко животных и яйца птиц. Наиболее благоприятным местом для проживания человека являются субтропики, район Средиземноморья, где, кстати, и зародились первые цивилизации. Расселение людей на север вызвало приспособление их пищеварения к другим видам питания и явилось вынужденной мерой. Появился ряд дополнительных механизмов по освоению животной пищи. Например, эскимосы пьют тюлений жир и выведению естественных метаболитов, которые не свойственны человеку как виду. Все эти приспособления сказались на здоровье, конечно, не в лучшую сторону. Что будет происходить с человеческим организмом, если питание будет другим? Если у питания преобладает пища животного происхождения, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и так далее, то наш организм вынужден дополнительно создать мощный обезвреживающий аппарат и затрачивать колоссальные усилия на его поддержание. Вот главные звенья в борьбе с повреждающим действием животных белков. А. Наша микрофлора толстого кишечника имеет животные клетки, то есть микроорганизмы, которые, перерабатывая растительное сырье, образуют кислую среду и дополнительно кормят организм кислыми продуктами переработки. Если сырье поступает в животное, мясо, молоко, яйца и так далее, то теперь преимущественно развитие получают растительные клетки, то есть диаметрально противоположные микроорганизмы. При этой переработке образуется щелочная среда, то есть гниение, за счет которой в организм поступают страшные яды и создаются условия для роста растительных организмов, полипов, рака, плесени и так далее. Вот теперь становится ясна вся пагубность некоторых рекомендаций закислять свой организм пищей животного происхождения. Закисление происходит концентрацией углекислого газа, которое получается в каждой клетке от углеводистого питания, то есть кашами, а не от белковой пищи. Б. Изобилие белка в организме создает условия для увеличения вязкости колоэдического студня, то есть крови, лимфы, протоплазмы клеток и его превращения в серогель, то есть отвердение. Отсюда подобное сгущение в крови, тромбы в желче и моче, камни желчные и мочевые, в тканях мозга и сердца, инсульты и инфаркты, в соединенной ткани подагра и так далее. В. Вы когда-нибудь плавили железный лом в железном котле? При такой плавке будет плавиться и железо, и сам котел. Вот грубое, но наглядное объяснение, почему у кошки вес желудочно-кишечного тракта составляет 2,8% от веса тела, а у человека всего 1,8%. При этом относительная длина пищеварительного тракта у человека больше. Вот этот 1% является защитой, которая противостоит плавлению. И если хищные животные при переваривании свежего мяса используют индуцированный автолизм, облегчающий пищеварение в желудке на 50%, и отсюда уменьшается и при повреждающие действия на стенке желудка, то человек, как правило, потребляет термически обработанное мясо. Индуцированный автолизм при этом отсутствует, поэтому крепость кислых соков должна быть высокой, а время обработки длинным. Выводы делайте сами. Если используются рафинированные обезвоженные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, картофель, сахар, варенье и другая «вкусная» ерунда, то они в первую очередь обезвоживают организм, насасывая воду в желудочно-кишечный тракт для своего растворения и превращения в коллоидный раствор. Это вызывает сгущение крови, а отсюда чувство жажды. Поэтому мы такую пищу обязательно запиваем, что портит пищеварение. Ввиду того, что такая пища представляет собой коллоидные растворы, которые вначале не имели заряда, то такой заряд каждая мицелла пищи приобретает у организма. Организм теряет часть своего заряда. Далее, всасываясь в кровь, эти коллоиды делают ее более вязкой. В результате этого меняются характеристики. Вязкость, заряд, чистота. Всех коллоидов организма в худшую сторону. Ферменты нашего организма приспособлены к взаимодействию с натуральными частицами сахара, крахмала и так далее, а не с измененными, потерявшими свою структуру. Они это полноценно не осуществлят. Вот откуда образуется такое количество шлаков, слизи, которые подавляют жизнедеятельность организма и переводят внутреннюю среду из кислой в щелочную, гнилостную. От таких людей уже идет запах гнили. Естественно, это сказывается и на поведении человека, порождая маньяков и насильников. Что необходимо знать о качествах продуктов? Вся наука о продуктах построена на двух критериях. Количество калорий и молекулярный состав. Белки, жиры, витамины, минералы и так далее. Древние диалетологи в этом отношении поступали намного лучше. Они учитывали вкус пищи, силу воздействия пищи на организм, форму и консистенцию продукта, цвет пищи, информацию по параметрам холод-тепло или влагосухость, информацию, заключенную в продукте под влиянием климата и места, изменение свойств продукта в результате термической и других обработок. Знание всех этих особенностей позволило им использовать пищу как лекарство, а лекарство как пищу. Последние открытия физики во многом подтвердили правильность этих явлений. Американские врачи Айурведа Махариши с успехом практикуют эту древнюю науку, дав ей современную интерпретацию. Рассмотрим и мы с вами эти особенности так, чтобы их можно было использовать в целях оздоровления собственного организма. Первое. Вкус пищи. Вкус пищи говорит об особых свойствах энергии, заложенной в ней. Язык, как орган вкуса, позволяет нам распознать эту энергию. Энергия, заложенная в продукте, может благотворно влиять на нашу жизнедеятельность, особенно когда энергии данного вида в организме не хватает и наоборот угнетает жизнедеятельность при ее избытке. Классическая Айурведа различает 6 основных вкусов. Сладкий, кислый, соленый, горький, жгучий и вяжущий. Давайте добавим еще два. Терпкий и безвкусный. Сладкий вкус наиболее силен по лечебной силе, укрепляет, увеличивает силы тела, способствует свариванию соков тела, обладает небольшой теплотворной способностью. Кислый вкус обладает освежающим действием, возбуждает аппетит, способствует размельчению и перевариванию пищи, способствует задержке жидкости в организме, открывает закупорки и делает проходимым кишечник. Соленый вкус обладает очищающими свойствами, вытягивает затвердевшие, застрявшие, закупорившие, удаляет плесень, поддерживает аппетит, вызывает выделение слюны и желудочных соков, холодным продуктам придает разогревающий организм свойства. Горький вкус улучшает пищеварение и аппетит, согревает тело и стимулирует выход жидкости из него, раскрывает сосуды, обладает разреживающими, растворяющими свойствами, увеличивает циркуляторные процессы в теле, способствует очищению полостей тела. Вяжущий вкус обладает высушивающими свойствами, сушит гной, кровь, желчь, заживляет раны, улучшает цвет кожи, сильно охлаждает. После того, как пища пройдет пищеварительный тракт, ее вкус меняется. Так продукты сладкого и соленого вкуса становятся сладкими, кислое кислым, горькое вяжущее и жгучее горьким. Таким образом, из шести первичных вкусов в организме образуются три вторичных. Продукты, образующие вторичный сладкий вкус, способствуют укреплению, наращиванию массы тела. Избыток сладкого порождает слизь, ожирение и понижение теплотворных способностей организма. На интеллектуальном уровне это выражается в безразличии и апатии. Продукты, образующие вторичный кислый вкус, способствуют повышению теплотворной, интеллектуальной и пищеварительной способностей организма. Избыток кислого вкуса ухудшает состав крови, приводит к язвам, кожным раздражениям, изжоге. Человек делается легко раздражимым и вспыльчивым. Кстати, у кого изжога, просто исключение продуктов с кислым вкусом вызывает ее исчезновение. Лично я так поступил и избавился от нее. Продукты, образующие вторичный горький вкус, способствуют очищению организма, стимуляции жизненных процессов и ведут к похудению. Избыток горького вкуса может истощить силы тела, обезводит организм. На психическом уровне это приводит к частому появлению беспричинного страха, напрасным волнением. Добавленный нами классической аюрведической схеме два вкуса, терпкий, похож на вяжущий, сгущает соки и охлаждает. Безвкусный, увлажняет, размягчает и расслабляет. Второе. Форма и консистенция. С открытием физиком квантовой реальности, за каждым материальным объектом стало ясно значение формы и консистенции. Проще говоря, за каждым материальным объектом стоит тонкоматериальная сила, которая на уровне квантов, то есть материальных частиц во много-много раз меньше электронов, придает им тот вид, который они имеют. Изменение характеристик этого уровня ведет к изменению видимых свойств предметов. Естественно, это касается и продуктов питания. Отсюда вытекают интересные теоретические соображения, подкрепленные жизненным опытом. Если в каком-то органе человека не хватает своих тонкоматериальных свойств, то, заимствуя таковые у растения или животного, можно их пополнить. Исходя из этого, древними и были предложены следующие классификации. Первое. Соответствие частей растения органам человека. Корень. Соответствует желудку, ствол, спинному мозгу, ветви, нервам, листьям, легким, цветки. Локализация избытка силы. Это местонахождение органов воспроизводства. Хролофил. Кровь. Сок. Соответствует энергии, циркулирующей по нервам и превращающейся в импульсы мозга, семя и другие ткани. Семена, особенно в период прорастания, соответствуют духовной энергии. По-китайски шень, по-индийски кундалини. Второе. Части растения и излечиваемые ими болезни. Корни излечивают болезни костей, ствол, мясо, ветви сосудов и жил, кора, кожи. Листья излечивают болезни полых органов, желудок, желчный пузырь, тонкой и толстой кишки, мочевой пузырь и семенники. Цветы – органы чувств. Плоды – плотных органов. Сердце – легкие, печень, селезенка, почки. Третье. Распределение положительной и отрицательной энергии. Вершина растения заряжена положительно, а корни – отрицательно. Часть растения около самой земли обладает уравновешивающими свойствами вместо стыковки положительного и отрицательного заряда. Плод заряжен положительно, а клубни – отрицательно. В самом плоде сторона черешка заряжена отрицательно, а сторона цветка – положительно. Аналогия с животными еще проще. Сердце соответствует сердце, печень – печени и так далее. Если более подробно говорить о свойствах и консистенции продуктов, то легкость, резвость, жесткость, сухость, подвижность, рассеивающие и ясное будут способствовать приданию организму легкости, подвижности, уменьшению веса. Легкость, маслянистость, влажность, текучесть, проницательность, обладающие резким запахом и острое способствуют увеличению теплотворных, пищеварительных и интеллектуальных способностей. Тяжесть, маслянистость, густота, клейкость, подвижность, медленность и мутность будут способствовать укреплению тела, стимулировать гормональную систему. Естественно, перенасыщение организма продуктами первой группы обезводит тело, второй испортит круг, третий ослезнит. Все должно быть в меру. Третье – информация, заключенная в продуктах под влиянием климата и места произрастания. Любое растение воспринимает всю информацию того места, на котором оно выросло. Причем, если место слишком жаркое, то растение борется с этим выработкой в себе противоположных холодных водянистых свойств. Например, арбузы, дыни, листовые овощи, такие как капуста, плоды деревьев, ягоды и тому подобное. Если растение должно перенести неблагоприятные холодные условия, то оно борется с этим выработкой в себе противоположных теплых маслянистых свойств. Например, зерновые, орехи, семена, корнеплоды и так далее. Человек, потребляющий продукты из региона, в котором он проживает, поступает очень мудро. С помощью свойств продуктов он борется с неблагоприятными внешними условиями. Так, внешней жаре летом он противопоставляет охлаждающие водянистые свойства растительных продуктов, огурцов, помидоров, капусты, ягод, фруктов, бахчевых. И наоборот, зимой употребляя зерновые, орехи, семена, корнеплоды и сухофрукты. Ведь при высушивании фрукты приобретают теплые свойства. В сыром и слабо термически обработанном виде, то есть теплые, он противопоставляет эти свойства холоду и сухости. Все это было подмечено народной мудростью и прочно вошло в наш быт. Летом мы предпочитаем квас, окрошку. Кислый вкус хорошо держит в организме воду. Свежие салаты. Пьем прохладные напитки. Зимой мы поступаем наоборот. Пьем теплые чаи и отвары трав. Компоты из сухофруктов. Потребляем наваристые борщи, супы, тушеные овощи, каши и все в теплом виде. Поэтому, если пища цельная, минимальная термическая обработка, правильное употребление и совмещение, все пойдет во благо. И наоборот, если человек, к примеру, проживает в Воронеже, зимой соблюдает сыроедческий режим, усиленно потребляет цитрусовый из Египта, есть свежие салаты, парниковые овощи, запасться яблоками и тому подобное. Он этим способствует переохлаждению организма, разлаживает интимный механизм борьбы с помощью продуктов с неблагоприятными климатическими условиями. И не мудрено, что появляется зябкость, плохое пищеварение, вялость перистальтики, налитость тела водой и выделение в виде очень жидкой слизи из носа. Четвертое. Сила воздействия пищевых продуктов на организм человека. Из практики мы знаем, что съев одно вещество, мы не почувствуем никакого воздействия. Съев другое, можем мгновенно умереть. Исходя из этого, целители древности различали 4 степени силы воздействия. Если человек, приняв пищу или вещество, никаких следов его влияния не обнаруживает, то есть оно не разогревает, не охлаждает, не сушит, не увлажняет и так далее. Этот продукт или вещество именуется уравновешенным. Если пища обладает небольшим действием, то условно говорят, что сила его воздействия находится в первой степени. Если продукт подействует либо своей теплотой, холодом, сухостью, влагой и так далее, но не окажет вредного влияния на организм, то говорят, что сила его воздействия достигает второй степени. Если же продукт окажет ядовитое действие, вплоть до того, что убьет, то это уже будет третья степень. Исходя из этой классификации, продукты с уравновешивающими действиями используются человеком в пищу. Продукты, облаждающие первой и второй степени, используются для коррекции против неблагоприятных сезонов года, а также в борьбе с небольшими недомоганиями. Продукты и вещества третьей и четвертой степени используются только как лечебные средства в случае тяжелых нарушений, требующих сильных противоположных коррекций. В приложении номер 4 дан список наиболее употребляемых продуктов с учетом их свойств и силы воздействия. Теперь, зная качество продуктов, дополним европейскую науку о питании древнейшими рекомендациями. Рекомендации, основанные на вкусах продуктов. Первое. Вы желаете добиться увеличения телесной теплоты. Для этого в одной трапезе лучше всего использовать продукты, содержащие А. Жгучий плюс кислый вкус, либо Б. Кислый плюс соленый. Сочетание вкусов А, помимо увеличения теплоты тела, будет способствовать похудению. В случае Б, наоборот, большому набору веса, в основном воды. Второе. Если вы желаете увеличить легкость тела, то есть постройнеть, стать подвижнее, используйте следующие вкусы. А. Горький плюс жгучий. Б. Кислый плюс жгучий. При этом в варианте А будет удаляться слизь из тела. Б. Происходить увеличение теплотворных способностей организма, то есть возрастать иммунитет, пищеварение, интеллектуальная острота. Третье. Если вы желаете увеличить сухость в теле, удалить слизь, мокроты, используйте продукты со следующими вкусами. А. Горький плюс вяжущий. Б. Жгучий плюс вяжущий. В. Жгучий плюс горький. При том в варианте А вместе с сухостью будут увеличиваться холодные качества, что хорошо для лета. В двух последующих, наоборот, прибавится теплоты, что хорошо для холодного времени года, либо для тех, кто постоянно мерзнет. Четвертое. Если желаете остудить организм, используйте продукты с А. Сладким вкусом, либо Б. Горьким плюс вяжущим. В первом случае вы можете поправиться, во втором сбросить лишние килограммы. Пятое. Если желаете поправиться, стать тяжелее и маслянистее, используйте продукты с А. Соленым плюс сладким вкусом, либо Б. Сладким плюс кислым. В случае А. Вы можете набрать в основном жировую ткань, а в случае Б. Нарастить мышцы. Если вы чувствуете себя нормально, то в ежедневной трапезе старайтесь потреблять продукты, содержащие все шесть вкусов, не отдавая предпочтений ни одному из них. Такое потребление пищи будет гармонично стимулировать вашу энергетику. Кулинарная обработка в некоторых случаях может менять вкус продукта. Например, первоначальный вкус лука жгучий, а после тушения, то есть термической обработкой или варки, он приобретает сладкий вкус. Помните об этом. Сладкие, кислые и соленые вкусы оказывают на организм в основном анаболическое действие, то есть набор веса. Горький, вяжущий и жгучий катаболическое, то есть распад жизненных структур. Пища, в которой преобладает горький и жгучий вкус, способствует поднятию энергии организма вверх. Это хорошо использовать лицам с пониженным кровяным давлением, страдающим плохой циркуляцией крови в сосудах головного мозга. Подобную пищу хорошо применять и как рвотное средство для очищения организма от слизи. Пища, обладающая сладким и соленым вкусами, направляет энергию организма вниз. Поэтому подобная пища, например морская капуста, является хорошим естественным слабительным средством. Если пища кислого вкуса способствует прохождению кишечника, то вяжущий вкус, наоборот, вызывает спазм пищевода и делает кишечник малопроходимым. Я думаю, часто это наблюдали, употребляя хормон. Рекомендации, основанные на форме и консистенции пищи. Первое. Восстановление клеточных тканей почки. За час до посещения парилки или сауны съесть от 50 до 100 граммов сваренной почки животного, лучше свиной, так как свойства микроэлементов свиньи близки к человеческому. А за 10-15 минут до входа в парилку выпить до 1 стакана патагонного кваса или чая. Если кожа плохо потеет, то ее следует обмыть чаем из багульника. Патагонный квас делается так. На 3 литра чистой воды взять 1-2 стакана малины, можно варенье, 1 стакан сахара, 1 чайную ложку сметаны. Все бродит с доступом кислорода в течение 10-15 дней. Этот квас также выводит радионуклеотиды. Он содержит среду, с которой радионуклеотиды стремятся соединиться, образуя при этом сульфиды. Те же, в свою очередь, способствуют потовыделению, так как не держатся в организме. Квас пить перед парной. Патагонный чай готовится так. В одном стакане воды кипятят 1-3 минуты, 1 столовую ложку корней багульника или 2 столовые ложки листьев березы. Можно использовать цвет липы или бузины. Механизм восстановления клеточного обмена почек таков. При хорошем потовыделении почки отдыхают. Жар парилки стимулирует клеточный обмен. А в крови содержатся вещества, аналогичные почкам. Плюс квантовый уровень почки животного. В сумме все эти факторы способствуют мощному восстанавливающему эффекту. Потовыделение рекомендуется поддерживать как можно дольше. Поэтому не прерывайте его обмыванием под душем, купанием в бассейне. Остывайте медленно и только после прекращения потовыделения вполосните тело теплой водой. Второе. Восстановление клеточной массы печени. Методика примерно такая же, что и вышеописанная, но имеются различия. Перед парной съедаете около 100 граммов свиной печени. Далее принимаете патагонный чай и сильно пропотеваете в парной. После сильного потовыделения вытираете снахсухо и смазываете кожу молочной сывороткой, смешанной с медом или подкожным свиным салом или рыбьим жиром. Кожа все это сразу же впитывает. В это время печень отдыхает, а организм использует питание через кожу, как во внутриутробной стадии. После этого выпиваете один стакан отвара плодов шиповника. Для его приготовления берете от 50 до 80 ягод на 3 литра воды. Через 15-20 минут после кормления организма через кожу следует вымыться теплой водой. Печень восстанавливается медленнее почек. Потребуется трижды в день проделывать вышеописанную процедуру в течение двух месяцев. Третье. Восстановление клеточной массы сердца. За час до посещения парной съедаете от 50 до 100 граммов сваренного сердца животного. За 15 минут до входа в парную выпейте сердечный квас, который готовится так. На 3 литра чистой воды 1 стакан серого желтушника или адониса, ландыша, страфана, шалфея. Что имеется? 1 стакан сахара, 1 чайная ложка сметаны. Все это бродит в тепле в течение двух недель. Разовая доза кваса около полстакана. После приема парной пусть массажист сделает вам общий массаж. Во время массажа сердце отдыхает. От 10 до 20 подобных процедур значительно укрепляет ваше сердце. Дополнительные рекомендации по восстановлению сердца следующие. Ежедневно употребляйте 0,1 грамма порошка серого желтушника. Горечь этой травы стимулирует выработку поджелудочной железой инсулина, который, расщепляя сложные жиры и сахара, обеспечивает питание сердцу. В этот период избегайте жареных растительных жиров. Выше указанные древние рекомендации усовершенствованы Борисом Болотовым, но в них отсутствует биоретмологический компонент, который существенно сказывается на эффективности этих восстанавливающих процедур. Рекомендации основаны на информации, заключенной в продуктах питания. Первое. Питайтесь цельными продуктами, выращенными в месте вашего проживания. Второе. Питайтесь овощами, фруктами, зерновыми, орехами и так далее строго по сезону. Особенно это касается овощей и фруктов. Вне сезона года не ешьте искусственно выращенных огурцов, помидоров и так далее. Сохраненных свежая капуста, свежезамороженные ягоды, сохраненные яблоки, груши и так далее. И привезенных из жарких стран апельсины, лимоны, грейпфруты и так далее. Ну вот такая вот рекомендация. Третье. Тепловая обработка. Высушивание на солнце. Приправление специями придает пище теплые свойства. Используйте это в холодное время года. Самим альпинистам было не ясно, почему они, идя в горы, из всех продуктов предпочитают свиное сало. Да потому что их организм, борясь с сухим, холодным климатом гор, жир используют против высушивания организма. А соль придает ему теплоту, которую отнимает окружающий холод. Примерно так же питаются и тибетцы, используя в пищу масляной напиток тибетский чай. Древние мудрецы давным-давно советовали питаться только по сезонам года и продуктами, выращенными в месте проживания. Например, вот чему учил Иисус Христос в Евангелии мира Иисуса Христоса от Иоанна. Это не каноническая версия. Итак, питайтесь всем тем, что находится на Божьем столе, плодами деревьев, зерном и полезными травами, молоком животных и пчелиным медом. Вся остальная пища, делая рук сатаны, ведет к греху, болезням и смерти. Тогда как богатая пища, которую вы находите на столе у Бога, дает вашему телу силу и молодость, и болезнь не коснется вас. И действительно, это со стола Божия старый Мафусаил извлекал свою пищу. И если вы будете делать то же самое, я обещаю вам, что бог жизни даст вам так же, как и патриарху, долгую жизнь на этой земле. С началом месяца Хаир, май, ешьте рожь. В течение месяца Сиван, июнь, пшеницу. Самую совершенную из трав, дающих зерно. Сделайте так, чтобы ваш повседневный хлеб был изготовлен из пшеницы. Кстати, сейчас пшеница настолько ушла от той, которая была ранее. Поэтому рекомендуют использовать полбу. Говорят, что это вот та первая пшеница, которая наиболее полезна. Продолжим. Чтобы Господь мог позаботиться о вашем теле в течение месяца Тамиус и июль. Питайтесь кислими плодами, чтобы ваше тело похудело, и сатана был изгнан из него. Вы должны есть фиги, богатые соками, в течение месяца Аб, август. А в течение месяца Злють, Сентябрь, собирайте виноград, и пусть сок его будет вам напитком. В течение месяца Маркишвана, Октябрь, собирайте сладкий виноград, высушенный ангелом солнца, изюм, чтобы он укрепил ваше тело, так как в нем обитают ангелы Господа. Что же касается трав, питайтесь ими в течение месяца Тибет, это декабрь, чтобы очистить вашу кровь от всех грехов ваших. И в течение декабря же начинайте пить молоко животных, ибо для того, дает Господь траву на полях всем животным, дающим молоко, чтобы своим молоком они пополнили пищу человека. А в месяц Шебот, Январь, когда останется излишек от того, что вы собрали, позвольте ангелу солнца высушить все фрукты для вас. Питайтесь ими вместе с косточками миндаля, это зерна миндаля, в течение всех тех месяцев, когда деревья не плодоносят. Ибо воистину, говорю я вам, блаженны те, кто едят лишь пищу со стола Господа и избегают мерзлости сатаны. Информация, заложенная в этих строках, колоссальна. Рекомендации, основанные на силе воздействия продуктов питания на организм человека. С возрастом наше пищеварение постепенно слабеет. Так в зрелом возрасте мы с грустью вспоминаем, что в юности ели все подряд и прекрасно себя чувствовали. А теперь, чуть не то съели или переели на праздник, сразу чувствуем неполадки в желудке, тяжесть во всем теле, обострение хронической болезни. Древнейшая наука о здоровье человека Аюрведа считает, что плохое пищеварение это главный источник болезни, а хорошее восхваляется как залог здоровья. Мудрецы Аюрведы любили повторять, что человеку, способному полноценно усваивать пищу, будет польза и от яда, тогда как при плохом пищеварении можно умереть от самой наилучшей пищи. Согласно аюрведическим понятиям, в организме человека существует пищеварительный огонь агни. Если этот огонь ярко горит, как в юности, то пища переваривается хорошо, без токсических остатков. По-юрведическим эти токсические остатки называются АМА. Клетки тела получают все необходимое и организм в целом здоров. Если огонь ослабевает, то пища переваривается не полностью, появляется много токсических остатков, АМА, и человек уже предрасположен к любым болезням. Для того, чтобы наладить угасший пищеварительный огонь и в дальнейшем поддерживать его, было предложено множество рецептов. Часть подобных рецептов основана на свойствах некоторых растений и веществ разжигать пищеварение в нашем организме. Тысячелетняя практика показала, что это лучше всего делают черные и красные стручковые перцы, кардамон, корица, гвоздика, горчица, хрен, имбирь, а также соль и топленое масло. По силе разогревающего воздействия эти продукты приравниваются к третьей степени. Поэтому прием небольшого количества вышеуказанных продуктов до еды, во время или после, возбуждает аппетит, улучшает пищеварительные способности организма. Восстановив утраченное пищеварение, человек восстанавливает и нормальное здоровье. Вот почему раньше пряности в Европе ценились на вес золота. Таким образом, вышеуказанные продукты лучше всего употреблять в холодные сезоны года пожилым людям и лицам с пониженным пищеварением. Борис Васильевич Болотов на современный лад рекомендует использовать старые, больные, поврежденные клетки с целью увеличения пропорции молодых здоровых. Старые и тому подобные клетки также относятся к ама, токсинам, и от них надо избавиться прежде, чем они подорвут здоровье. Новейшими исследованиями, основами на отражении и поглощении света кожи человека было выявлено следующее. В возрасте до 1 года процент старых клеток не превышает 1. В 10-летнем возрасте средний процент колеблется в пределах от 7 до 10. В 50 лет этот процент возрастает до 40-50. Если сказать это более понятным языком, то человек 50 лет живет только на 50-60% своих возможностей. То есть ровно настолько, насколько в его организме осталось молодых клеток. Отсюда естественное стремление увеличить процент молодых клеток и уменьшить старых. Но как это сделать? Белки клеток расщепляются ферментами, пепсинами, которые образуются в желудке. Всосавшись в кровь вместе с желудочным соком, пепсиноподобные вещества растворяют старые, больные, раковые клетки и клетки болезнетворных организмов, не затрагивая здоровых, сильных клеток. Для того, чтобы увеличить количество выделяемых в желудке пепсинов, болотов рекомендуют, как и древние греки, через 30 минут после приема пищи, которая уже частично подверглась перевариванию, на кончик языка положить около грамма поваренной соли. Затем образовавшуюся слюну выплюнуть. В результате от соли рефлекторно начинает обильно выделяться желудочный сок, содержащий все необходимые элементы для уничтожения старых клеток. Но это только один механизм, и причем вторичный. Главное заключается в вышеописанном. Соль в переводе означает солнце. Отсюда, посредством вкуса, она стимулирует пищеварительный огонь, то есть активность всех ферментов нашего организма. А те, в свою очередь, активно разлагают старое и ненужное. Вместо соли вы можете использовать вышеуказанные разогревающие продукты. Особенно эффективен для этого имбирь. Для улучшения пищеварительных способностей организма, врачи-айурведисты рекомендуют использовать специальную имбирную диету. В небольшой эмалированной или керамической посуде разотрите 4 столовых ложки имбирного порошка с очищенным топленым маслом, примерно граммов 100-150. Размешивайте до тех пор, пока не получится однородная масса. Накройте кружкой и поставьте в холодное место. Принимайте эту смесь понемногу каждый день перед завтраком следующим образом. Завтрак желательно составлять из следующих продуктов. Травяной чай в теплом виде. Слегка тушеные овощи, обязательно в теплом виде. И какую-либо кашу в горячем виде. Первый день пол чайной ложки, второй день одна чайная ложка, третий день полторы чайные ложки, четвертый день две чайные ложки, пятый день две с половиной чайные ложки, шестой день две с половиной чайные ложки. Далее начинаете уменьшать прием с каждым днем на пол чайной ложки, с тем, чтобы на десятый день вы принимали, как в начале, пол чайной ложки. Выдержав вышеуказанную диету, вы приведете пищеварительный огонь в норму. При этом в течение указанного времени, да и после, не используйте продуктов с сильными охлаждающими свойствами. Ледяной воды, мороженого, охлажденного молока, свежемороженных ягод, фруктов и так далее. Имбирная диета особенно полезна для пожилых людей, у которых естественно угас пищеварительный огонь. Молодым людям и людям среднего возраста, у которых расстройство пищеварения вызвано другими причинами, диету применять не рекомендуется. Для них подходит совершенно другой метод. Но прежде чем приступать к его описанию, необходимо узнать собственную конституцию человека и только с учетом этого давать рекомендации. Индивидуализации собственного питания. В большой медицинской энциклопедии автор встречал робкие намеки на учения об индивидуальной конституции, но более обширные сведения, подтвержденные современной физикой, мне пришлось встретить только у древних аюрведистов. В основе учений аюрведистов и вообще всего древнего мира об индивидуальной конституции лежат три жизненных принципа слизи, желчи и ветра, то есть капха-питта-бата. Согласно последним исследованиям физики, за нашей физической реальностью, телом, стоит тонкоматериальная реальность, квантовое поле, которое ответственно за придание формы живому организму, за теплотворные способности и за все циркуляторные процессы, протекающие в нем. Отсюда жизненный принцип, или как индусы говорят Доша, слизи ответственен за поддержание формы нашего тела, то есть кости, мышцы, сухожилия, эндокринная система, от функционирования которой эти свойства поддерживаются в нужной форме. Жизненный принцип желчи ответственен за все теплотворные способности нашего организма, терморегуляцию, пищеварение, остроту интеллекта, иммунную защиту, активность метаболизма в целом. Жизненный принцип ветра ответственен за быстроту протекания самых различных процессов в организме, их циркуляцию, передвижению всего внутри организма, то есть циркуляцию внутренних жидкостей, крови, лимфы и так далее, скорость обновления тканей, выведение шлаков, продвижение пищи по пищеварительному каналу, быстроту мышления, сроки наступления месячных, длительность беременности и так далее. Таким образом наш организм представляет собой комбинацию материнских и отцовских жизненных принципов, которые получаются при зачатии. Причем жизненный принцип ветра в теле не имеет никаких материальных элементов и создает сухость и холод. Жизненный принцип желчи в теле представлен жидкими, едкими элементами, желчь, желудочные соки, в организме создает тепло. Жизненный принцип слизи представляет в теле все материальные образования и создает в организме холод и слизь, влагу. Вот теперь нам становится ясно, что если в организме человека преобладают жизненные процессы ветра, то такой человек имеет маленький или невысокий рост, худощав, постоянно мерзнет, имеет плохое пищеварение, пуглив. Если преобладают жизненные процессы желчи, то такой человек имеет среднее телосложение, хорошее пищеварение, седоват или лысоват, никогда не мерзнет и обладает достаточно острым умом. Если преобладает жизненный принцип слизи, то человек имеет мощный костяк, покрытый мышцами, склонен к набору веса, страдает медленным пищеварением, не любит сырую погоду, склонен к депрессиям. Но у каждого человека все это настолько перемешано, что мной предложен на основании древних аюрведических наблюдений опросник, который позволит вам узнать свою индивидуальную конституцию и уже с учетом ее особенностей строить свое питание. Смотрите приложение номер один. А теперь важно дать простейшие ориентиры, которые указывают на то, что у вас от неправильного питания, образа жизни и мышления чрезмерно возбудились жизненные принципы и вызвали свои специфические расстройства, которые вы с помощью питания можете привести в норму. И образа жизни, конечно. Итак, если ветер в норме, тело легкое, много энергии, кишечник работает легко и регулярно, мышление быстрое, все физиологические процессы, имеющие свой ритм, наступают своевременно, сон, месячный цикл, период беременности, наступление оргазма как у мужчин, так и у женщин. Если вышеуказанного жизненного принципа излишек, то человек перевозбужден, мышление хаотическое, беспорядное, памяти никакой, пищеварение, то запор, то понос, он постоянно мерзнет, все ритмические процессы нарушены, бессонница, отсутствие регулярного менструального цикла, недоношенность при беременности, извращенная длительность полового акта в сторону укорочения и так далее. Если желчь в норме, тело теплое, пищеварение и усвоение пищи нормальное, настроение приподнятое, ум быстро схватывает суть проблем, все физиологические функции, иммунитет, метаболизм, острота оргазма в норме, кожа здоровая и красивая. Излишек жизненного принципа желчи проявляет себя в изжоге, в язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, чрезмерной потливости с неприятным запахом, сыпью под тело, сухостью в ноздрях, сниженной иммунной защитой. Человек становится легко раздражимым, вечно недовольным и ехидно шутит над окружающими. Если слизь в норме, организм необычайно устойчив к заболеваниям, половая активность сохраняется долго и все наступает вовремя. Суставы гибкие, жировая прослойка оптимальна, память остается хорошей. Перевозбуждение этого жизненного принципа приводит к ослезнению всего организма, снижению теплотворных способностей, а это в свою очередь предрасполагает организм к простудным заболеваниям, инфекциям и опухолевым заболеваниям. Тело набирает чрезмерный вес и отекает жидкостью. Пищеварение становится вялым. На половом функции это отражается в ранней холодности, длительному и неяркому половому акту. У человека теряется интерес к жизни, память слабеет. Вот теперь, зная особенности своего организма и свойства продуктов питания, мы можем сознательно, качествами продуктов усиливать или уменьшать свои жизненные принципы, добиваясь на лучшей балансировке и находиться на гребне здоровья. Механизм воздействия пищи на жизненные принципы, а не же ДОШИ, таков. На клеточном уровне из пищи образуется вода, дающая среду жизни, углекислый газ, регулирующий ПАС-среды, а через нее активность всех ферментов организма и белковые вещества, на которых осуществляются все жизненные процессы, ферменты, мицеллы и т.д. Различные продукты будут оказывать свое специфическое влияние на три указанных параметра. Разберем это влияние на конкретных примерах. На уменьшение жидкости внутри клеток организма будут оказывать влияние пища горького, жгучего и вяжущего вкусов. Свежие фрукты, овощи с повышенным содержанием калия, антагониста натрия. Легкая и жесткая по консистенции, т.е. сухофрукты. Холодная и сухая по свойствам сухари и к тому же употребляемая в малом количестве. Все это в сумме приводит к жущению коллоидов организма. Если человек имеет выраженный конституционный тип ветра, т.е. склонен к потере жидкости и будет питаться выше указанной пищей, то он заработает себе таким питанием похудение, зябкость, запор, тугоподвижность в суставах. На увеличение жидкости внутри клеток организма будут оказывать влияние пища сладкого, кислого и соленого вкуса. Крупы, молочные, сыры, соленья, т.е. содержащие натрий продукты. Тяжелая, мягкая по консистенции, сметана, творог, прохладная и водянистая по свойствам, молоко, употребляемое в большом количестве. Все это в сумме способствует задержке воды организмом, наводнению жидких сред организма крахмалом и белком, т.е. ослизнению. Если человек, имеющий выраженный конституционный тип слизи, по-индусски капха, склонен к удержанию воды и набору веса, будет питаться выше указанными продуктами, то он быстро наберет вес, потеряет теплотворные способности и хорошее пищеварение. На увеличение тепла внутри организма, а косвенно и на усиление метаболизма, будет оказывать влияние пища жгучего, соленого и кислого вкусов. Специи соленья квасное, легкая и жирная по консистенции, жареная свинина, например. Горячая и сухая, а также маслянистая по свойствам, например, жареный картофель в подсолнечном масле. Употребляемая без всякой меры. В сумме это приведет к чрезмерной выработке желчи, а это косвенное указание на увеличение распада эритроцитов крови, которое пережигает кровь, лимфу и т.д. Если человек, имеющий выраженный конституционный тип желчи по индусски пита, будет употреблять такую пищу, то его теплотворные свойства придут в возбуждение, и это выражится в сухости, в ноздрях, изжоге, сыпе на коже раннем поседении или облысении. В приложении номер один даны перечни продуктов, которые приводят к усилению или ослаблению доши или жизненного принципа ветра, желчи и слизи, или по-индусски доши вата, пита и капха. Диета блаженства. В конечном итоге, все наше питание направлено на поддержание наиболее благоприятных жизненных условий в клетке. И вот, когда мы так сбалансировали свое питание, что клетки не обезвоживаются, не ослезняются и внутри ничего не перегорает, осуществляется идеальный метаболизм, в результате которого из правильно усвоенной пищи получается тонкоматериальное вещество, которое аюрведисты называют оджас. Чем больше внутри клеток вырабатывается оджаса, тем больше сигналов блаженства и счастья посылается в мозг. В результате человек ощущает легкость в теле, жизнерадостность и особого рода эйфорию. Выработке оджаса способствует, во-первых, правильное пищеварение, которое заключается в правильном, последовательном потреблении продуктов питания и их сочетании. Сами продукты питания должны быть свежими, приготовлены на минимальном огне и употребляться сразу же. Круг потребляемых продуктов относится к видовым, а не искусственным, рафинированным и так далее. Если теперь обратиться к аюрведистам, то они такое питание называют чистым, сатвическим. И в обобщенном виде рекомендуют, чтобы в нем присутствовали все шесть вкусов в сбалансированном состоянии между собой. За один прием употреблялась бы умеренная порция, в идеале человек по их рекомендациям должен сидеть в день пищи ровно столько, сколько вмещается в две его пригоршни, пить ключевую воду, потреблять продукты в наисвежайшем виде, сразу с ветки или с огня. Пища должна быть легкой, легко перевариваемой и успокаивающей. Сатвическое питание включает в себя следующие продукты. Очищенное топленое масло, фрукты и овощи по сезону, а также соки из них, цельные крупы и бобовые, особенно рис и пшеница, орехи и семена с места проживания, мед, чистая вода. И еще они рекомендуют употреблять в пищу корову и молоко, но как отдельный прием пищи или сочетать с мучными кашами. С точки зрения правильного пищеварения это неудачная рекомендация, сразу же я поясняю. С древнейших времен аюрведисты высокоженную пищу рекомендовали всем, кто хочет иметь хорошее здоровье, долгую жизнь, светлую голову и физическую силу. Всю остальную пищу, которая содержит мало оджеса, препятствует нормальному течению жизни, они подразделяли на два вида – раджас и тамас. В пище раджас относились следующие продукты – мясо, рыба, яйца, соль, перец, горчица, все кислое или горячее, чай, кофе, какава, рафинированный сахар, пряности. В пище тамас относились говядина, свинина, лук, чеснок, табак, прогорклая, стоявшая, нечистая, дважды приготовленная, то есть разогретая еда, все опьяняющие продукты и лекарства. Следующий отрывок из Бхагавадгиты поможет вам лучше разобраться в вышеописанном. Пища, которая дает долгую жизнь, гармонию, силу, здоровье, радость и умиротворение, вкусная, маслянистая, питательная и приятная, желанная для саттва человека. Пища горькая, кислая, соленая, чрезмерно горячая, жгучая, грубая, которая вызывает жжение и болезнь, желанная для раджа с человека. Старая, безвкусная, протухшая, стоявшая в течение ночи, оставшаяся с раннего утра, либо смешанная с остатками утренней еды и нечистая пища, полезна для тамас человека. И в заключении этого параграфа еще несколько аюрведических правил. Пища, не дающая отжас, мясо, птица, рыба, яйца, сыр. Тяжелая и жирная пища, давно приготовленная еда и промышленная еда, конфеты, печенье и т.д. Пища с избыточным кислым и соленым вкусами. Алкоголь и никотин разрушают отжас и мешают его выделению из другой пищи. Любое переедание вообще лишает отжаса. Максимальному получению отжаса способствует 1. Питание свежей пищи по сезону и территории, где вы живете. 2. Потребление большей части дневного рациона за обедом, когда пищеварительный огонь наиболее интенсивен. Ужинайте до захода солнца и немного, чтобы пища усвоилась до сна. Завтрак должен быть наиболее легким приемом пищи за день. 3. Регулярность еды каждый день в одно и то же время, но только после того, как почувствуете голод. Никаких перекусов между едой. 4. Отказ от еды на ночь. Это нарушает циркуляцию энергетики внутри организма. Если вы посмотрите на биоритмы работы организма, то увидите, что энергия в пищеварительных органах находится утром в желудке, полдень в тонком кишечнике, а вечером она уходит в почки и далее совсем другие органы, абсолютно не связанные с пищеварением. Потребление пищи на ночь этот ритм нарушает. Часть энергии должна быть переброшена обратно в пищеварительные органы. Но этого недостаточно. Вы ложитесь спать с непереваренной пищей, которая способствует образованию амы, то есть слизи в организме. Отрицательные эмоции наносят вред пищеварению, поэтому ешьте в одиночку или с людьми, которым вы искренне расположены. Перед едой и после нее поблагодарите мать природы за ее съедобные дары и цените их как самого себя. Периодическое настраивание пищеварения. Теперь, зная об очищении и правильном питании, поговорим об восстановлении желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается лиц пожилого возраста. Что же нужно делать? Первое. Очистить толстый кишечник. Чистка его дает следующие результаты для пищеварения. А. Кровь очистится от токсических продуктов, которые парализуют клетки желудочно-кишечного тракта. Нет ни секреции, ни перистальтики. Б. Восстановив кислую среду и нормальную микрофлору в толстом кишечнике, мы тем самым восстановим иммунную защиту, которая будет защищать наш организм от опухоли и других неприятностей. Микрофлора дополнительно будет теперь из растительного сырья вырабатывать витамины, аминокислоты и многое другое, что не поступает с пищей. Тем самым наш организм станет менее зависим от поступающей изне пищи. Чтобы это произошло, поскорее и навсегда откажитесь от хлеба с дрожжами. Второе. Обязательно очистить печень. Полноценно очистив печень, то есть от 5 до 7 раз, мы тем самым нормализуем все виды обменов в организме. Если человек сразу переходит на пищу, богатую витаминами, минеральными веществами и тому подобное, питается раздельно, он не в состоянии сразу же усвоить все это богатство, которое пролетает через организм, как через трубу. И совсем наоборот, чистая печень усваивает из минимума максимум. Вторая особенность очищения печени проявляется в нормализации венозного кровотока. Кровь, омывая желудок, кишечник, поджелудочную железу и так далее, подводит к ним питательные вещества, кислород. Если это полноценно выполняется, то пищеварительных соков вырабатывается достаточно. Эпителий желудочно-кишечного тракта восстанавливаются полноценно. Защитной слизи вполне достаточно. Если имеется хоть небольшой засток крови, вышеуказанные процессы тормозятся, и тем больше, чем выражение застой. Поэтому, не сделав подобного очищения печени, напрасно ждать от желудочно-кишечного тракта резких улучшений в работе, а в отдельных случаях и вовсе бесполезно. Еще раз повторяю, печень – главная железа организма, на которой завязаны все функции организма. И не нормализовав ее работу, бесполезно рассчитывать на полноценное восстановление работоспособности всего организма. Третье. Максимально облегчить работу желудочно-кишечного тракта. Для этого необходимо есть в спокойной обстановке и не торопиться соблюдать правильную последовательность потребления пищевых продуктов с учетом их совместимости между собой. Есть только тогда, когда проголодаетесь. Никаких перекусов между главными приемами пищи. По возможности питаться видовой, так называемая сатва пищей. И в любом случае, вначале употреблять фруктовые или овощные блюда, свежий салат, слегка тушеные овощи, свежеприготовленный борщ и так далее. И только после этого, один-два сочетающихся между собой продукта. Есть видовую пищу, которая должна соответствовать сезону года, выращиваться в регионе вашего проживания и потребляться с учетом вашей индивидуальной конституции. Выполнение всех выше указанных пунктов позволит вам возродить пищеварительную систему заново. Все содержание книги лишь разъясняет, углубляет и обосновывает эти положения. Вот еще ряд рекомендаций. Рекомендация для лиц с сильным нарушением работы пищеварительной системы. У некоторых людей пищеварение так разлажено и ослабло, что вообще ничего переварить не может. После очищения толстого кишечника и печени, им нужно использовать монодиету. То есть, за один прием пищи есть всего-навсего один продукт. Причем этот продукт должен содержать в себе достаточно собственных ферментов для самопереваривания, то есть обладать способностью к индуцированному автолизу. В самом начале такого восстановления на эту роль лучше всего подойдут свежевыжатые овощные соки, а особенно морковные. Несколько хуже фруктовые. После того, как соки начнут нормально усваиваться и появится естественный аппетит, необходимо употреблять слегка тушеные овощи или свежие салаты. По утрам натощак обязательно нужно съедать от одной до трех ложек проросшего зерна, а перед едой выпивать напитки с горьким вкусом. Далее, после салата употреблять небольшое количество цельных каш. Затем можно использовать имбирную диету, после которой переходить на индивидуальное видовое питание. Рекомендации по настройке пищеварительного огня с учетом индивидуальной конституции. Почти у всех людей периодически наблюдается разлад в системе пищеварения. Этому способствует спешка в еде, перекусы между едой, еда на ночь. Все это выражается в таких неприятных симптомах, как изжога, беспокойное пищеварение, потеря аппетита, запоры или поносы, отсутствие интереса к пище, чрезмерный или недостаточный вес тела, а также разного рода вздутие и бурление внутри кишечника. Как только эти симптомы появились, вам следует восстановить естественный ритм пищеварения. Это вообще полезно для пищеварения, даже если у вас нет проблем. Лица с конституцией ветра могут настраивать ритм пищеварения раз в месяц, с конституцией желчи дважды в месяц. Это желательно делать при наступлении жора. Жор это когда человек не может контролировать себя в еде. Лица с конституцией слизи настройку желательно делать раз в неделю, и это им особенно полезно. Метод настройки ритма пищеварения и его силы потребует от вас трех дней и состоит в следующем. Первый день поешьте умеренно, избегайте различных специй и других веществ, в том числе и алкогольных напитков, которые стимулируют аппетит. Перед сном сделайте очистительную клизму, можно уриновую, и рано ложитесь спать. Чтобы правильно настроить пищеварительный ритм и силу пищеварения, требуется воздержаться от еды в течение всего дня. Желательно в это время пить только обычную чистую воду в теплом виде. Так как лица с конституцией ветра и желчи трудно переносят пищевое воздержание и неприятные симптомы, и можно выпить свежевыжатого сока, сладкого вкуса, или съесть столовую ложку меда и выпить стакан теплой воды. После этого немного полежите. Если этих крайних состояний у вас нет, отвлеките себя какой-либо деятельностью и держитесь на чистой воде. Кислых соков не пейте, они наоборот стимулируют аппетит. Лица с конституцией слизи в этот день могут вообще ничего не пить. Это пойдет им во благо, разжигая и настраивая пищеварительный огонь. На следующий день после голодания надо дать войти пищеварению в нормальный ритм. Для этого выпейте утром травяной чай для каждого типа конституции со своими травами и съешьте небольшое количество горячей каши. Помните, кофе, чай и сигареты сбивают ритм пищеварения и делают цель недостижимой. Теперь ничего не ешьте до самого полудня. Перед обедом выпейте стакан свежевыжатого сока, съешьте салат, зимой свежеприготовленный борщ или тушеные овощи. Далее кашу или мясо, если вы не можете обходиться без него. Вы должны насытиться, но не перегрузить себя за обедом. До самого ужина ничего не ешьте. Ужинайте рано, за 3-4 часа до сна, чтобы съеденное успело полностью перевариться. Подбор продуктов питания на ужин должен соответствовать вашему конституционному типу. Для тех, кто склонен к перееданию, лучше всего повторить завтрак. После восстановления естественного ритма пищеварения и его силы, вы будете следовать естественному чувству голода. Немного есть утром, основательно в обед и легко ужинать. Старайтесь есть в одно и то же время, что дополнительно выработает условный рефлекс на еду. Теперь становятся понятными различные рекомендации. Голодать раз в неделю по 24 часа по брегу. Сухое голодание в течение 42 часов по Порфирию Иванову и так далее. Авторы этих рекомендаций интуитивно подобрали для себя наиболее благоприятный режим, получили от него облегчение и начали рекомендовать его без учета индивидуальной конституции всем подряд. Поэтому критически относитесь к обилию всевозможных рекомендаций, отбирая приемлемое для вашей индивидуальной конституции. Помните библейскую заповедь «Не сотвори себе кумира». Предостережение читателю. Данная работа по питанию человека является наиболее совершенной из всех имеющихся в мире. Для широкого читателя на время написания книги это 1994 год. Она соединила в себе последние европейские достижения в области питания и пищеварения с восточными учениями об индивидуальной конституции. Итак, что положено авторам в основном рекомендованной им системы питания. Первое. Учение Павлова о том, что на каждый пищевой продукт во время пищеварения выделяются свои пищеварительные соки. Обработка ведется в разных условиях, кислой или щелочной, в разных отделах пищеварительного тракта и требует разного времени. Поэтому даже два однородных продукта мешают друг другу полноценно усвоиться и перевариться. Второе. Учение Академика Уголева о видовом питании, пищеварении и микрофлоре. А также учение о кишечной гормональной системе. В сжатом виде это означает, то вы приспосабливаете свой организм к окружающей среде с помощью продуктов питания. Более того, вы даже строите тело из них. Если они извращены промышленной обработкой и так далее, то вы приспосабливаетесь уже к технологическому процессу. А нужно ли это вам? При этом вы рвете пищевые связи, соединяющие вас с окружающим миром. Третье. Учение об акупунктурной системе, которое гласит, что все ферменты в организме активизируются и работают на свободных электронах. А они поступают в организм в основном за счет дыхания и движения. Поэтому если человек будет мало двигаться, даже самое совершенное питание принесет мало пользы. Из этого учения вытекает второе положение. Энергия циркулирует по органам тела в определенном порядке. Когда энергия находится в каком-либо органе, он проявляет свою наивысшую работоспособность. И оказывается, пищеварение человека естественно приспособлено к этой циркуляции. Утром активен желудок, полдень тонкий кишечник. Далее энергия уходит из органов пищеварения. Если человек привык наедаться по вечерам, он не может полноценно переработать пищу, в результате чего образуется много шлаков. Четвертое учение о внутриклеточном метаболизме, которое гласит. Из углеводистой пищи внутри клеток образуется вода, то есть среда жизни, углекислый газ, то есть регулятор PH среды, а следовательно активности ферментов внутри клетки. И свободные электроны, то есть энергия. Калий, находящийся в пище, пособствует выведению воды из организма, а натрий, наоборот, задержки. Фрукты и овощи относятся в основном к калевой пище, а крупы к натриевой. Поэтому должно быть равновесие при потреблении вышеуказанных продуктов. Учение макробиотов как раз и устанавливает такое равновесие потреблением около половины овощей и фруктов, а остальное в виде круп. Пятое. Учение о свойствах продуктов питания и индивидуальной конституции человека из Айурведы. Используя эти знания, мы не только индивидуализируем питание, но и целенаправленно регулируем функции организма. Шестое. Учение об очищении организма, которое позволяет нам быстро нормализовать пищеварение и кровообращение, а следовательно и здоровье вообще. Без предварительного очищения организма у многих людей ничего с питанием, а естественно и со здоровьем не получается. Если теперь с вышеуказанных позиций рассмотреть наиболее популярные в нашей стране рекомендации диетолога Герберта Шелтона, то окажется, что они основываются на учении Павлова, видовом питании. Натуропаты рекомендуют целые продукты и выращенные в месте проживания, и на очищение организма с помощью голодания. Из вышеперечисленных мной шести пунктов эти три наиболее эффективны, но ведь есть еще три других, позволяющих выжимать из питания максимум. Чтобы читатель понял слабые места Герберта Шелтона, разберем отрывок из его книги «Ортотрофия». Является ли пища полезная для вас, вредной для меня? Правильно ли, что пища полезная для одного человека, является вредной для другого? Вода – питание для одного и отрава для другого, а кальций, фосфор, натрий? Примечание автора. Сразу чувствуется подход с позиции ортодоксальной медицины. Расчленить все на составные части, упуская из виду целое. При таком подходе забывается, что пища оказывает на нас воздействие энергетикой вкуса, консистенции и информации. Никто не делает таких абсурдных заявлений. Продукты, являющиеся благом для одного и отравой для другого, никогда не поступают в кровь как таковые. Они расщепляются в процессе усвоения и поступают в кровь в виде аминокислот, моносахаридов, жирных кислот, минералов и витаминов. Примечание автора. Да, но прежде чем они поступят в кровь, они уже подействуют на жизненные принципы организма и энергетикой своих вкусов. Каждый из нас начинает жить как оплодотворенное яйцо. Идет по единому пути эволюции. Рожден с одинаковым числом и видом органов и едиными функциями. У нас одни и те же железы и системы усвоения. Мы состоим из одних и тех же химических элементов в одинаковой пропорции. Каждый из нас выделяет одинаковое число и виды пищеварительных соков и те же пищеварительные ферменты. Примечание автора. Да, мы начинаем жить одинаково. Но в различных условиях каждый человеческий организм должен к ним приспособиться. В результате такого приспособления одни системы начинают функционировать на полную мощь, а другие угасают. Все это сказывается и на органах пищеварения. В результате чего одни люди могут жить в суровых условиях с севера, питаться рыбой, тюленей с жиром, а другие в тропиках бананами, финиками. Если бы это утверждение Шелтона соответствовало истине, то ранние переселенцы из Европы в Америку не погибли бы в огромном количестве от несварения желудка. Их пищеварение так и не смогло адаптироваться к местным продуктам, на которых прекрасно существовали аборигены. Все говорит о том, что мы созданы на основе одних и тех же принципов, имеем одинаковую конституцию, одинаковые потребности в питании и снабжены для усвоения и использования одних и тех же видов и типов продуктов. Примечание автора. Ввиду того, что у каждого человека своя комбинация жизненных принципов, то он за счет пищи стремится подтянуть слабые доши, а сильные усмирить. Отсюда никаких одинаковых потребностей быть не может, они строго индивидуальны. Если видеть жизнь и ее законы такими, как они есть в действительности, то станет ясно, что является лучшим для одного, есть наилучшее для всех, и что вредно для одного, вредно для всех. Примечание автора. К сожалению, Шелтон эти законы видит в идеале. В действительности все гораздо сложнее. Если фрукты и овощи – наилучшая еда для человека, живущего в тропиках, пусть ее питается эскимос, живущий на крайнем севере. Так нет, он предпочитает продукты местного происхождения, строганину из мяса, тюлени из жир и так далее. Шелтон свел проблему питания человека только в физиологии пищеварения. При этом он опирается на устаревшие понятия. Снабжать организм всем необходимым отрицает роль по незнанию микрофлоры в создании дополнительных питательных веществ, за счет которых осуществляется полноценное питание человека на наипростейших продуктах. Он не понял конституционных различий человека, а следовательно, и пищевых особенностей каждого человека в отдельности. Он закрыл глаза на явную разницу в питании различных народов. Его рекомендации в питании наиболее подходят к штату Техас, где он проживал и лечил людей. Слепо перенося его рекомендации в Россию с другим климатом, с другими особенностями пищеварения, мы допускаем большую ошибку. В противовес Герберту Шелтону, создатели Айурведы, делающие упор на свойства продуктов и индивидуальность питания, напрочь отрицают многие положения физиологии пищеварения. Вот отрывок из книги Дипака Чопры «Идеальное здоровье», издательство «Древо жизни», Москва, 1992 год. Собираясь обедать, попросите принести вам стакан теплой воды, а не ледяной, и выпейте его малыми глотками. Вместо салата съешьте тарелочку горячего супа, не отказываясь себе в хлебе, масле и десерте, предпочтительно теплом. В этом смысле яблочный пирог несравненно лучше мороженого, своим холодом затрудняющим пищеварение у людей типа ветра. Примечание автора. Подобная рекомендация приносит вред пищеварению, а следовательно и всему организму по следующим направлениям. Первое. Тарелка горячего супа – вареная пища, которая вызовет пищевой лейкоцитоз, то есть подрывает лейкоцитарную защиту. Второе. Хлеб супом лишь смягчается, но не обрабатывается сленой. Это затрудняет его дальнейшее переваривание. Третье. Дрожжи хлеба испортят микрофлору и приведут к дисбактериозу. Четвертое. Если не отказать себе в масле и съесть граммов 30-50, это замедлит пищеварение. В желудке длительное время будет чувствоваться тяжесть. Пятое. Десерт после еды в виде яблочного пирога вытянет, как и хлеб из организма, минеральные соли и витамины для своего усвоения. Сгустит коллоиды крови. Яблоки, не пройдя через тонкий кишечник, забродят и испортят пищеварение. Но эти же рекомендации будут правильными, как с учетом физиологии пищеварения, так и с учетом индивидуальной конституции, если их расположить в такой последовательности. Первое. Выпить стакан теплой воды. Можно компота. Второе. Съесть тарелку слегка тушеных овощей или борща, в котором много овощей и мало воды. Третье. Съесть теплую кашу с маслом. Для мясоедов кусок отварного мяса. К сожалению, подобных рекомендаций сейчас все больше и больше. Будьте сведущими в этих вопросах и берите самое лучшее и приемлемое для вас. Я лично взял от Шелтона правильное сочетание пищевых продуктов, а из Аюрведы учение о свойствах продуктов и индивидуальном питании. В результате подобного синтеза мое учение о питании человека привело сильные стороны европейской и азиатской диетологии. Можно еще много рассказывать о питании, раскрывая его тайны, парадоксы и так далее. Но теперь конкретная рекомендация для жителей России. Первое. Ешьте продукты растущие, а не произведенные в вашем регионе. Исключение составляют специи. Второе. В летний период шире используйте овощи, фрукты, ягоды. В зимний период сухофрукты, мед, тушеные овощи, а также борщи и щи. Первое из них. Теплые каши, орехи. Людям, привыкшим к молочному и мясному, можно употреблять эти продукты, но в меру. Третье. Продукты питания. Подбирайте с учетом своей индивидуальной конституции. Смотрите приложение. За один прием пищи старайтесь употреблять половину фруктов и овощей, то есть не только сырые, но и тушеные, а остальное каши. Откажитесь от дрожжевого хлеба, но регулярно съедайте 1-2 ложки проросшего зерна. Четвертое. В течение дня питайтесь с учетом активности пищеварительного огня. Соблюдайте правильную последовательность потребления продуктов питания и их взаимную совместимость. Пятое. Периодически очищайте свой организм и настраивайте пищеварение. Желательно делать это в дни постов. А теперь закрепим примером рекомендации по естественному восстановлению организма. Вот что пишет мне читатель из города Старый Оскол. Я болею сахарным диабетом 4-й год и грибковой экземой 5-й год. 15 марта 1992 года начал лечиться уринотерапией. Урину употребляю внутрь 3 раза в день. Делаю массаж упаренный 1 раз в день. Все получается так, как вы описали. В конце письма читатель попросил дать ему советы. Я рекомендовал ему отказаться от хлеба и капитально очистить печень. Вот что он пишет во втором письме. С марта 1992 года промыл толстый кишечник 1 раз, 2 раза промыл печень, провел 3-х дневное голодание, продолжая принимать 3-жды в день урину. Экзема излечивается очень медленно. На ладонях рук в основном излечена, на стопах ног хуже. В прошлом письме вы мне советовали отказаться от хлеба. Это мне не совсем ясно. А именно, на какое время отказаться от хлеба и только ли от хлеба, а булки, батоны можно есть или отказаться от всего хлеба, булок, батонов? Если да, то на какой период? Ведь полностью от хлебных продуктов отказаться нельзя. Я посетил парную и после нее чувствовал себя прекрасно, так как 5 лет я не купался, болея экземы. Таблеток от сахарного диабета не принимаю с 15 марта всего года. И экзему лечу только уринотерапией. Самочувствие у меня хорошее. Я рекомендовал ему отказаться от хлеба полностью, заменив его кашами и очистить свой организм. Вот что он пишет в третьем письме. 14.07.1992 года. Опишу результаты моего лечения уринотерапией с 15 марта 1992 года. 4 раза лечился голоданием, 2 раза по 2 дня и 2 раза по 3. 1 июня принимаю урину по 5-6 раз в день и исключил из пищи хлебные и мучные продукты. За это время я 2 раза прочистил толстый кишечник, 5 раз прочистил печень, 1 раз промыл почки отваром корней шиповника. Пил талую воду, питаюсь с кашами, салатами, картофелем. В результате лечения уринотерапии я вылечил геморрой и похоже вылечил сахарный диабет. То есть симптомы сахарного диабета у меня теперь не проявляются. То есть потение, слабость, сухость во рту и другие. Грибковая экзема осталась только на подошвах ног. И наконец четвертое письмо от 9.09.1992 года. Добавил проросшее зерно натощак. Регулярно делал обертывание из упаренной урины на ступни ног. Месяц не употреблял в пищу хлеб, булочки и все хлебное. Провел голодание недели. Ступни ног почти очистились от корок, а ладони рук стали совершенно чистыми. В заключении я посоветую вам больше прислушиваться к своему организму после употребления каждой пищи. Анализировать свои ощущения, исключить продукты, которые после употребления вызывают в вашем организме неприятные ощущения. Регулярно читать эту работу по питанию и в результате вы сами научитесь правильно питаться, измените свои вкусовые привычки. Сам автор поступал так же, ведь это за него никто не сделает. В результате долгого наблюдения над собой я пришел к выводу, что мне наиболее подходит умеренное потребление еды пропуском вечером, то есть два раза в день. Первая еда примерно с 10 до 11, обед с 16 до 17. Перед сном травяной чай. Из пищи для меня наиболее подходят овощные салаты и тушеные овощи, вегетарианские борщи, а на второе каши и особенно хлеб из проросшего зерна. Орехи я хоть и ем, но не насыщаюсь, а вот каши в виде плова с овощами, морковь, лук для меня прекрасно подходят. Изредка употребляю натощак свежее молоко. Фрукты подходят для меня летом, стараюсь пить побольше свежевыжатых соков, яблоки плюс свекла или морковный. Пью талую воду, отвар полыни, травяные отвары, сухофрукты с кистым вкусом мне не подходят, сразу возникает оскома, только сладкие, изюм, урюк, но это редко. Вот практически все мое питание. Вместо мяса пью свою собственную урину несколько раз в день, на самочувствие не жалуюсь. Если чуть переедаю, поправляюсь очень быстро. Это было как раз на 1992-1994 годы.